На ковре сборной Рязанской области. Гимнасток в команду отбирали тщательно. Вместе девушки тренировались полгода, по 6 часов в день, чтобы сегодня на всероссийских соревнованиях «Есенинская осень» выступить эмоционально и красиво, как и задумывал тренер. Выступили хорошо. Мне кажется, что мы сделали почти все, что могли, но есть все равно нюансы и ошибки. Всего в турнире участвуют 700 спортсменов из 32 регионов страны. «Есенинская осень» – это престижный турнир, на котором участницы показывают свое мастерство и красоту грации. Эти соревнования квалификационные, с выполнением норматива «Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта». Спортсмены двух возрастных категорий – 13-15 лет и 16 лет и старше – выступают в индивидуальных и групповых упражнениях. Есть в соревнованиях и новшества. Мы первый раз сделали так, чтобы еще поучаствовали маленькие дети и провели для них открытый турнир в рамках вот этих всероссийских соревнований. Сегодня гимнастки соревнуются в групповых упражнениях, а завтра в индивидуальной программе. Начались соревнования с командных выступлений. А регион представляют спортсменки из Рыбного, Рязанского района и областного центра. Ольга Лисицына профессионально поделилась впечатлениями. Первая рязанская команда, говорит, переволновалась. Вторая же – сборная команда области, о которой мы уже упоминали, выступила намного лучше. И пока одни выступают, другие только готовятся к выходу. Прямо рядом с ковром, за шторой. Команду из Санкт-Петербурга формировали как настоящую сборную. Специально для Есенинской Руси даже пошили костюмы. Чтобы за отведенные две минуты показать все, на что способны. По марке бывают всегда идеальных выступлений, не бывает. Но то, что мы готовили в течение всего лета, в течение всех лет, да, 10 лет, к чему девочки идут, каждая гимнастка идет к званию мастера спорта, многое очень сегодня получилось. Я осталась довольна своими девочками. Это бывает очень редко. Оценивает выступление компетентная жюри. По итогам будут определены победители и призеры, которые получат кубки, медали, грамоты и памятные призы от Минспорта.